всем привет и добро пожаловать снова на мой канал и я как всегда хочу спасибо сказать каждому из вас за то что снова здесь со мной нашли время и не забывайте это очень приятно а вдвойне приятно потому что вас здесь всегда ждут я вам очень-очень рад настроение у меня сегодня прекрасная правда никак не могу настроиться на уборочку в квартире уже второй день пытаюсь заставить себя убрать но никак что-то не получается но не люблю я это дело но честно но нужно это уже сделать сейчас запишу ролик и все-таки приступлю вот погода ничего такая нормально уже налаживается потихонечку сегодня даже было солнце я поскакал на улицу мне тут сказал значит по секрету ну как по секрету врач дерматолог косметолог он говорит что суточная норма витамина d то есть побывать на солнце это 15 минут достаточно а еще он сказал такую штуку может быть вам пригодится говорит если вы ну мы все взрослеем стареем как бы изменения идут в общем говорит чтобы замедлить как это обвисшую кожу у лица господи прости но вы поняли да у нас же у всех со временем кожа немножечко обвисает говорит что загорать вообще не нужно я как говорится за что купил зато продал может быть кому-то это будет полезная информация мне уже поздно уже все обвисло но может кто-то помоложе поэтому берите себе на заметку это рекомендация от врача дерматолога косметолога говорит загорать вообще не нужно а на солнышке 15 минут достаточно в день для того чтобы зарядиться суточной нормой витамина d сразу хочу сказать всем тем кто если вдруг не включил vpn это только касается тех кому это нужно обязательно сейчас включаем vpn и продолжаем смотреть ролик дальше насчет тайм-кодов опять продолжаете мне писать я уже устал повторять ну ладно еще расскажу ребята тайм-коды и есть под каждым роликом в описании я не знаю что вы открываете и где вы там раскрываете описание что вы их не видите потому что они есть но это уже даже не смешно пожалуйста прекратите уже это писать ну серьезно я объяснял вам что то что не отображаются тайм-коды иногда на видео это не мой косяк это траблы проблемы на самой платформе youtube у них там постоянно что-то сейчас происходит какие-то обновления и постоянные какие-то проблемы тормозит все загружается видео по несколько часов жуть что там происходит и поэтому иногда так бывает что тайм-коды не отображаются но они в описании есть поэтому пожалуйста все я не хочу этого слышать ну правда это уже надоело что касается лайков ребята тут тоже целая эпопея с этими лайками люди прям к этому так относится как будто недвижимость на меня переписывают смотрите давайте я вам просто объясню что такое лайк лайк это от вас имеется ввиду знаете когда вот вы приходите на концерт это такой пропускной билет и не более того а если вы хотите выразить свою точку зрения по критиковать меня там не согласиться высказать свое мнение в какое угодно для этого есть комментарии поэтому пожалуйста перестаньте к этим лайкам и так относиться как будто это что-то такое грандиозное ценное вы мне отдаете прям свое сердце это просто вы вошли на канал это от вас такой проходной билет входной билета в спали но я думаю вы поняли поэтому лайки ставить обязательно а все свое недовольствие вы можете изложить в письменной форме у меня на канале все разумные очень начитанные образованные люди я уже неоднократно в этом убедился поэтому я думаю вы сможете поиграть словами и красиво грамотно высказать свое недовольство а я с удовольствием это все выслушаю приму к сведению а еще и сегодня значит приготовил недавно суп называется моя больная фантазия сам придумал на ходу короче накидал туда чего только в голову взбрело но самое главное что получилось очень вкусно я никакого рецепта нигде не смотрел вот просто мне захотелось какого-то супчика рыбный мне надоел больше что-то тоже уже слишком часто думаю надо как-то что-то другое разнообразить свое меню и тут мне что-то захотелось капусты цветной думаешь что я могу приготовить из капусты на общем я купил капусту кабачок перец ну в общем морковки туда добавил томаты сливки все это на курочки и получилось просто бомбезно я сам того не ожидал короче сочетание продуктов идеально все подошло плюс курочка домашняя суп огонь просто огонь мне понравилось короче суп так и назвал я моя больная фантазия а насчет моего друга там конечно ужас происходит какая-то клиника меня если честно уже это все пугает потому что там какая-то мелодрама и мне кажется что это может плохо все закончится я вам говорил что они сегодня должны были вместе снова отправиться в город львов по своим делам вопросам и так далее но тут вдруг происходит такой момент она ему говорит что я не могу поехать потому что у нее там возникли какие-то форс-мажорные обстоятельства какие-то родственники приехали хотя билеты уже куплены но не суть короче она не может с ним поехать я тут понимаю ну как бы все логически она ему все больше и больше намекает я бы даже сказал закричит о том что все от отстанет меня я не хочу с тобой ничего иметь общего но тут же она приходит к нему дальше в гости они там проводят романтические вечера и все такое прочее и тут я вообще ничего не понимаю что происходит логика опять где-то потерялась и я не могу никаким навигатором ее поймать чтобы как-то разобраться в этом всем хотя мне особо и не нужно разбираться единственный нюанс он постоянно мне об этом пишет спрашивает я сам не знаю что ваши короче делать как это на эту всю ситуацию смотреть может действительно родственники приехали но как-то она знаете себя отстраненно ведет намекает что давай не будем спешить давай вот отмотаем будем друзьями ля-ля и все такое прочее и в то же время приходит вот эти все романтические вечера встречи я ничего не понимаю реально что она задумала а ну-ка дамы рассказывайте что она задумала вы точно в этом лучше разбираетесь я не понимаю у меня жизни все просто вы знаете я не люблю когда люди усложняют потому что нам и так хватает всего в жизни всех тех барьеров и препятствий которые нам подбрасывает судьба зачем еще и тут усложняет ну короче мне как хочешь давай не хочешь но окей как говорится жаль пошли дальше каждый своей дорогой тут какая-то каталась я началась я не знаю как в этом сам разобраться но и казалось бы да ладно и не мое дело но в принципе не моем но он же постоянно мне пишет и пишет он карт в таком подавленном состоянии я его не видел если честно еще никогда таким буквально пару недель назад весь просто цвел и пах такой ведь живчик энергичный все было прекрасно радовался а тут вдруг такой поникший я не знаю что она с ним делает может она там как-то на него психологически действует ну я думаю что люди есть такие которые умеют подавлять других короче я ее не видел но я с ней не особо хочу видеть зато вдруг я еще впаду в такую депрессию пати но у него там башню снесло конкретно я так понял что он втюхался по полной она видимо это выкупила и что-то там сейчас задумала а что я понятия не имею потому что я не могу залезть к ней в голову вот такая вот история в общем эпопея продолжается не знаю чем это все закончится но он сказал что он ищет себе уже психолога чтобы понимали психолога люди три недели знакомы а он уже себе ищет психолога и тут как бы логически подумать но если уже все так начинается в самом вот со старта мне кажется продолжать это все безумие я бы точно не стал но это я я это я люди каждые по-своему все это делает ему видимо части где-то может это нравится может он мазохист душа я не знаю разные люди бывают но так ребят пока что вот такая история может быть у вас есть какие-то версии идеи что происходит и чего она добивается и зачем она все это дело то есть она его как знаете вроде как бросает вот знаете как с котиком вроде как краются бросила ему веревочку тут же забрала бросил и забрала то есть не дает насладиться и поиграть ей ну так я это абстрактно вам в фигуральном смысле слова преподнесся но думаю вы понимаете о чем я говорю короче история запутанная непонятная и странная буду за ней следить как следить тут хочешь не хочешь он сам меня ведет в курс дела но у меня есть приоритеты мне нужно сегодня наконец-то собраться с мыслями и убрать квартире мое нелюбимое занятие вы знаете я максималист если начинаю что-то делать особенно уборку мне заканчивается обычно чем то я швабру поломаю то есть себе пальцы вывихнуто еще что-нибудь сделано такое человек как начну махать так уже по полной программе но надеюсь что сегодня без всяких происшествий все это произойдет и все будет хорошо а вообще все прекрасно жизнь замечательная весна пришла деревья уже зеленые кусты зеленые все расцветает и как-то становится приятно радостно и замечательно я надеюсь что у вас тоже всех у кого сегодня день рождения и именины я поздравляю с вашим днем от всей души желаю вам всего самого наилучшего самое главное чтоб все вы были здоровыми абсолютно всем никому не болеть а если кто-то вдруг уже зачем ты это сделал паразиты вы такие выздоравливайте обязательно выздоравливайте вам всем этого желаю ну и конечно же всем желаю приятного просмотра но обязательно не забудьте поставить лайк сердечко от одной тоже ну и конечно же подписывайтесь на этот канал если вы вдруг еще этого почему-то не сделали потому что подписка на этот канал приносит всем удачу сто процентов а всем кто уже это сделал большое вам спасибо мое сердечко вам вы мои краши а теперь вырываемся в новости погнали ольга бузова тут дошла до такого безумия она уже угрожает нам канами понимаете на полном серьезе она тут собралась свое творение отвезти на фестиваль в кан и представляете она абсолютно уверена что пальмовую ветвь она возьмет но я думаю даже если ей не захотят ее вручать оленька сама пойдет ее на сцену и возьмет я не знаю как этому относиться ольга бузова это конечно что-то необъяснимое но факт но тем не менее так уверена вот всю эту пургу которую она создает несет и многим это заходит что самое удивительное она все равно остается на плаву и вот она решила на полном серьезе рассказывает о том что в кан и повезет свое творение ну что ж у меня уже нет слов может быть у вас найдутся немножко вам прямой речи от самой ольги бузовой и ваши комментарии потому что я вообще вообще сейчас задумалась чтобы эту работу отправить на кинопестиваль камера она достойна того чтобы не увидел весь мир она достойна я вот сейчас точно могу это заявить у нас уже с режиссером планы огромные на мою актерскую деятельность я понимаю что бритни спирс написала новый пост у себя на странице в инстаграм и ответила на критику касательно своей фигуры она поведала что тренер по фитнесу которого она хотела на менять сказала ей что ей нужно срочно вернуть фигуру которая была у нее в молодости цитирую первое что она сделала ущипнула меня за кожу на животе и на ногах и заявила что мне нужно вернуть фигуру которая у меня была в молодости говорит что эта встреча и и просто очень сильно огорчила и прям дай лада слез еще одна и цитата я тренируюсь по 45 минут три раза в неделю вот и все я ненавижу слишком долго тренироваться я действительно много работала чтобы прийти форму и я не выгляжу так как на фотографиях которые делают папарацци также еще бритни говорит что знала что ее фигура не идеально но она очень хотела поделиться тем как выглядит ее тело в данный момент поскольку она работала на износ журналисты также еще обратили внимание что бритни спирс снова надела обручальное кольцо помните недавно бритни спирс и сэма скари спровоцировали слухи о проблемах в отношениях оба они появились без обручальных колец а сама бритни отправилась даже на отдых на гавайях без мужа со своим менеджером в компании в общем поведение бритни спирс последнее время как вы понимаете вызывает много вопросов а ответов само собой пока что нет ну а близкие полагают что бритни по-прежнему злоупотребляет психотропными веществами из-за которых ее состояние выходит из-под контроля ваши мысли по этому поводу а мы двигаемся дальше оля полякова прокомментировала исчезновение и молчание олега виника не только они лора как говорится и до других добралась слава тебе господи а то вся почесть только одной они лорак достается помимо нее есть много и других не менее значимых фигур в украинском шоу-бизнесе цитирую ольгу полякова я ничего о нем не знаю совсем я считаю что конечно его поклонники имеют право знать что с ним вообще происходит мы не общаемся мы общались только в начале войны один раз больше ничего не знаю что с ним вообще происходит я абсолютно уверена что его поклонники имеют полное право знать где и что с ним происходит для этого не нужно так много можно просто выйти в эфир и сказать люди я с вами я есть я не могу осуждать людей я же не знаю что с ним он жив вообще может он не может говорить я слышала что он болеет кто его знает что с ним вообще происходит вот такая вот информация может быть кто-то что-то знает про олега веника потому что все что мы знаем это то что он в у него проблемы со здоровьем а как там на самом деле понятия не имею поскольку тишина такая вообще штиль райан рейнольдс купил дом за полтора миллиона фунтов стерлингов это где-то 18 миллионов долларов деревне марфорд уэльсе туда он планирует переехать из нью-йорка со своей семьей супругой блэйк лайвли недавно которая родила 4 ребенка ну и конечно же детишки находится новое четырехкомнатное жилище неподалеку от города рексом в которой расположен стадион футбольной команды английский футбольный клуб рейнольдс приобрел вместе с актером робом маккелхене осенью еще 2020 года об этом как вы думаете рассказал знаете кто бинго загадочный источник близкий к их семье цитирую этого мистера x райн переезжает в марфор и это все о чем могут говорить местные жители его дом находится на самой шикарной дороге самый известный человек из марфорда тим винсент из blue питер валийские актеры телеведущие известны по программе blue питер так что появление голливудской звезды это шаг вперед для деревни возможно здесь и не нью-йорк но местные жители точно расстелют им красную дорожку когда райн приедет вместе со своей семьей кстати райн рейнольдс если вы вдруг не знали вкладывает средства в различные крупные проекты достаточно регулярно и покупка футбольного клуба рексом не стала единственной авантюрой в списке его вложения например недавно помните вам рассказывал он разбогател на 300 миллионов долларов компания тимобайл приобрела компанию операторы виртуальной мобильной связи mint мобайл в которой рейнольдсу принадлежит доля почти за полтора миллиарда долларов так что райн рейнольдс говорят переезжает вместе со своей семьей в англию в тихую спокойную деревню кто там живет неподалеку встречайте готовьтесь скоро вас будут звездные соседи дженнифер гарнер дала интервью австралийскому журналу стеллар в котором ответила на вопрос о своем бывшем супруге бенни аффлеки она не видела знаменитые мемы которые получили название грустный аффлек и сказала что вообще старается не читайте не смотреть новости о себе и о своих близких цитирую дженнифер гарнер я усердно работаю над тем чтобы не читать ни о ком из нас в прессе мне становится от этого нехорошо даже если что-то позитивное я просто стараюсь забыть что новости обо мне или о тех кого я люблю существуют сми я не хочу видеть как кто-то из моей семьи превращался в моем хотя я уверена что бен аффлек вполне достоин мемов вот как она его протроллила что тут сказать пишите свои мысли александр васильев историк моды побывал на интервью у светланы пандарчук немного всего там рассказал но я не буду все пересказывать например он рассказал о закрытии передачи модный приговор цитирую у нас работало человек 25 стилистов шоу они разбежались по разным каналам а кто-то уехал шоу закрыли 24 февраля прошлого года объясняя это тем что канал отказывается от развлекательного контента в тот же день закрыли другие шоу канала давай поженимся жить здорово и вечерний орган всех закрыли в один день и стали показывать другие программы на тему которая соответствует злобе дня нам также объявили что закрылись зары h&m которые давали нам одежду для съемок кроме того с рынка ушли наши рекламодатели которые почти все были иностранными и деньги на съемки передачи растворились я не говорю что мы бедная страна но деньги сейчас идут на другое на нтв восстановили суррогат модного приговора это еженедельная передача модный в с народной которую ведут надежда бабкина и владли совет сюжет тот же женщина страдает рассказывает как у нее все плохо потом ее переодевают и группа олигархов подъезжает к ней с букетом к сожалению это мечта многих женщин модном приговоре я понял что многие женщины мечтают найти себе мужа спасителя который должен быть молод мужествен и богат и при этом должен быть щедрым но на всех таких не хватает многие кстати васильева обвиняют что он как говорится и вашим и нашим но он по этому поводу тоже всем ответил что катается и за границу спокойно и там работает и там работает еще одна цитата александра васильева я уехал 1982 году я постоянно работаю в разных странах сейчас я преподавал в израиле до этого я был в египте с моими поездными школами сегодня я улетаю в индию и тоже там буду преподавать я работаю в разных странах родина моя россия и живу я здесь если у меня есть возможность работать здесь я работаю но голодать я не собираюсь если предлагают работать в турции прибалтики франции или в австралии я поеду туда работать за границе я не торгую яблоками работаю по специальности преподаю историю моды оформляю спектакли читаю лекции или делаю выставки своей коллекции поэтому не надо меня в чем-то обличать я никогда не скрывал что мне есть французский паспорт который я получил в 1983 году и это никак нет не связано с недавними событиями многие считают что я живу постоянно в париже это не так хотя во франции у меня есть квартира и даже дом а я напомню что александр васильев самом начале войны осудил ее и высказался против но он не иноагент как-то вся эта история подутихла ваши мысли и комментарии по поводу этого персонажа этой личности простите телеведущий блогер анатолий заговорил о расходах и заработках во время войны говорит что почти потерял свой доход сначала семью анатолича спасали финансовые сбережения но позже уже он начал зарабатывать но это всего лишь 20 процентов от той суммы которая была до войны цитирую в начале войны у меня были сбережения я не зарабатывал вообще очень долго если сравнивать с тем что было до войны то это где-то 20 процентов от того что я зарабатывал раньше финансовая много потерял финансово не просто но я к этому спокойно отношусь мне хватает чтобы дети ходили в хорошую школу ели нормальную еду и чтобы я мог их возить а вот расходы у семьи анатолича немалые больше всего он тратит на частную школу для 11-летняя лисы 10-летние лоли в общем для комфортной нормальной жизни о которой он говорит нужно чуть больше ста тысяч гривен в месяц цитирую у нас платная школа но это хитрый план сейчас мы платим чтобы они потом с балонским образованием могли бесплатно учиться например в париже это инвестиция у нас трое детей то в месяц мы тратим более 100 тысяч гривен точно большая часть этих денег идет на школу за двоих детей на бензин еду подгузники сейчас все очень дорого кто-то скажет ничего себе но из этого большая часть это школа вот так вот рассказал как живет его семья блогеры телеведущие анатолий анатолич анастасия приходько давно не выходила на связь и вот дала себе знать она рассказала своих проблемах со здоровьем оказывается она серьезно переболела и эта болезнь дала свои осложнения с которыми уже два месяца настя борется она говорит что лишилась слуха цитата я очень сильно переболела и осложнения уже два месяца самое главное для музыканта это слух но к сожалению ничего не меняется впервые ходили на кукушку это промывание носовой полости под контролем врача это просто ужас но слух не возвращается она все приходько настолько уже отчаялась что даже обратилась за помощью к народной медицине ведь никакие лекарства на данный момент ей к сожалению не помогают вот еще одна и цитата народная медицина куда же без нее дексаметазон и все возможные лекарства в течение двух месяцев не дают ничего главное на ту самую модную болезнь сдавала три раза и это не она какая-то ярая болезнь меня догнала вот такие проблемы со здоровьем сейчас у анастасии приходит к но мои пожелаем конечно же чтобы вернулся к ней слух и все было с ней хорошо певица она тринчер попала в громкий скандал контент мейкер луиза с которой она сотрудничала сделала неожиданное скандальное заявление луиза в своем тик ток рассказала что тринчер недобросовестно отнеслась к ее работе сначала она опоздала на съемки контента и задержала ее на полтора часа и вообще они снимали нижнее белье хотя договаривались совсем о другом цитирую луизу а не написала и предложила сотрудничество мы сделали зум это видео звонок такой и согласовали даты с меня должна была прозвучать интересная идея а не ее менеджер опоздали на съемку на 20 минут приехал они сказали что мы должны снять белье а мы договаривались о другом ну и самое главное в этой всей истории анна тринчер отказалась и платить за работу говорит что она ее бросила мол аргументировала это тем что ей мол не понравилось все что получилось еще одна и цитата мы договорились о цене и времени а не задержала меня на полтора часа и отказалась платить сказала что это пробный срок потом когда я скинула материал через час после съемок ее менеджер решила выкрутиться чтобы не платить и сказала что им не нравится хотя до этого пока мы сидели им все нравилось анна тринчер конечно же не стала молчать рассказала свою версию всего происходящего цитирую а мы сделали с ней зум который как оказалось она в крысу записывала это просто не воспитана и неэтично мы договорились на тестовые пробные съемки чтобы я поняла насколько ее навыки мне подходит я сказала мне нужно чтобы ты на 30 минут подошла на съемку сняла контент смонтировала одно-два видео чтобы я посмотрела насколько ты профессионально умеешь это делать это мы проговорили в зум и моя менеджер еще это прописала ей в telegram мой знакомый фотограф прислала мне видео в том что весь ее визуал который она публикует у себя на рабочем аккаунте это просто нагло украденный контент других контент мейкеров ну прям какая-то целая драма честное слово то что она записала ее зум я думаю на таким образом просто хотела подстраховаться поскольку мы знаем да как все публичные люди может быть для кого-то это новость я открою вам секрет они все любят халяву бартер чтобы ни за что не платить поэтому все эти люди когда касается вопрос оплаты они просто на всякий случай это записывает чтобы перестраховать себя причем тут крыса а то что они тринчер говорит что украла контент но слушать сейчас никто ничего нового не создается все друг другом вдохновляются в общем короче они попыталась выкрутиться но такое себе на мой взгляд что вы скажете по этому поводу жду ваших комментариев оказывается бывший продюсер а не лорак не только продюсер а еще ее мужчина 1 юрий фалеса сбежал из украины точнее уехал сбежал как хотите знаете куда он уехал в россии вот это неожиданно об этом рассказала его бывшая жена и подопечная маша гоя значит маша гоя рассказала что в россии фалеса уехал после того как в марте прошлого года в его дом который находится подольском районе попал снаряд и постройку разнесло почти полностью вот ее цитата он был моей жизни я его очень уважаю желая ему счастья я с ним общалась где-то две недели назад он сейчас в россии ешь короле вы знаете все что разрушили его дом и он был вынужден покинуть киев и отправиться к маме я так понял что в россии там где он находится живет его мама вот такие вот новости а мы двигаемся дальше яна поплавская снова вышла на связь решила прокомментировать данью милохина и его последние рассуждения о всем что произошло за последний год как вы знаете недавно они милохин заявил что очень сильно жалеет о потере коннекта с россией и в общем давал там свои комментарии и вот яна поплавская решила прокомментировать цитирую удивительно что именно таким судьба давала выигрышный лотерейный билет которым они подтирали жопу боюсь что милохин плохо кончит думает что в россии он до сих пор звезда результат полное забытие ну яна поплавская как всегда не дремлет она тут как тут я только дайте повод и она сразу же готова высказать по всем вопросам свои комментарии а помните такой сериал богатые тоже плачут я думаю что многие точно помнят вышел значит его в мексике премьера состоялась в 2022 году и вот недавно с 1 апреля уже можно его смотреть в интернете ищите в 1979 году главной роль исполняли вероника кастро и рахелио гера спустя 43 года клаудия мартин и себастиан руль и руль или руль и простите не знаю где тут правильно ударение ставить но это конечно сильно слушайте я помню что по моему есть ремейк династии сериала на современный лар вот вам пожалуйста теперь богатый тоже плачет но я думаю этот сериал точно многие видели так что давайте не надо мне тут писать что не знаю не видел не видела точно видели потому что в то время по моему мне кажется один или два канала у всех было или три максимум одни и те же сериалы все смотри помните я вчера рассказывал о том что дмитрий назаров ответил оскару кучере а то что он его назвал мудаком и так далее и тому подобное своей стихотворной манере как он это умеет красиво и вот вдруг оскар кучера поверил в то что он тоже поэт поэт песенник решил от себя тяну тоже записать ну что ж тут лучше не комментировать а просто включить творение как вам в роли поэта прости господи аскар кучера и его ответ дмитрию назарову слушайте и пишите свои комментарии назаров тот который жил когда-то в общаге при театре в комнатушке и одарен был но увы ребята просрал все из-за съехавшей кукушки а чести вдруг с испугу говорить он начал убежавший за границу и разуму решил меня учить из-за бугра плюющий людям в лице усы понты и поварской колпак вот все что ты после себя оставил я в интервью сказал что ты и веришь вот ни разу не слукавил когда был мозг вложил господь ума то звал бы дима ты меня оскаром а оскар блять не светит ни хрена тебе мой злобы пышащий назад аналию хиджакову написали заявление о госизмене в общем сделали на нее донос представляете сделал это глава федерального проекта по безопасности виталий бородин все тот же он написал письмо генпрокурором в котором попросил привлечь народную артистку к уголовной ответственности помимо госизмены еще дискредитацию армии разжигания ненависти в общем требует он ее назначить иноагентом не знаю что еще они там планируют кстати мне кто-то недавно писал в комментариях или в личку я не помню о том что лея хиджакова едет с гастролями то ли в испании то ли в португалию простите я забыл кто мне написал но это буквально вот недавно мне пингом не кто-то об этом сообщил что то ли испания то ли португалия что лея хиджакова едет со своими концертами гастроли я и желаю чтобы не все было хорошо и надеюсь что да господи ну дадут иноагента я и желаю только сила терпения и мужества с этим всем справиться в этом безумном дурдоме в котором она находится да и все мы собственно netflix выпустит мультфильм по сериалу очень странные дела это будет такой себе спин-офф детали проекта его дата выхода пока не раскрывается однако уже известно что над мультфильмом работать будут братья даффер и продюсер шон леви которые уже занимались производством очень странных дел а выпуске аниме по мотивам сериала сми писали еще в декабре тогда сообщала что действие мультфильме будет происходить 80 в токе вот уже официально все-таки будет мультфильм но и самая главная новость это то что 19-летняя милле бобби браун она же звезда сериала очень странных дел выходит замуж за своего 20-летнего возлюбленного джейка бон джови представляете они вместе уже почти два года ему 20 и 19 уже решили пожениться не рановато ли кота вы так спешите но пожелаемым как говорится совет да любовь пусть все будет хорошо как вам такая новость а настя ивлеева проиграла суд зимой компания настя ивлеевой получила иск от адвоката александра макрова в документах указано что на его счет настя ивлеева должна была перечислить 15 миллионов 800 тысяч рублей но денег мужчина так и не получил в итоге суд вынес вердикт согласно которому с ивлеевой должны взыскать задолженность в полном объеме и расходы по госпошлине еще плюс 102 тысячи настя ивлеева проиграла и теперь вот почти 16 миллионов будет должна заплатить адвокату не повезло но ничего она такая девушка смышленная заработает еще аксиоми выпустила очки smart audio glasses девайс данный будет позволять слушать музыку или звонить вы представляете разработчики обещают что наушники выдержат 7 часов разговоров 10 часов прослушивания музыки и 22 часа смешанном режиме при этом звук из динамиков слышен только пользователи вы вообще представляете до чего техника дошла и кстати тут недавно какой-то сериал страны смотрел ну как смотрел на фоне что-то показывала на apple tv плюс все что-то новенькое суть не в этом там тоже показывают вот сериал фэнтези в общем нам показывают будущее там 2047 2046 я так понимаю нас плавно готовят к тому что будет да ну что я вам хочу сказать такой небольшой спойлер ничего хорошего ждать не надо но это неудивительно да что-то скажет почему с такой улыбочкой это просто истерическая уже потому что мне кажется человек для такое создание которое может что-то сотворить прекрасно и также уничтожить даже всю эту планету люди уверенно медленно а может и не медленно делают все для того чтобы разрушить и уничтожить все нормальное и живое в этом мире к сожалению буквально недавно я вам говорил о том что м робертс возвращается в американскую историю ужасов на этом сюрпризы от создателей не закончились в новом сезоне одну из главных ролей сыграет знаете кто ким кардашьян вот так вот как говорится надела платье марлин монро и уже стала актрисой так что пусть там не рассказывает как у нее все плохо видите теперь она еще и в кино пойдет сниматься так появились новости о том что никита пресняков получил американское гражданство о новом паспорте внук алла пугачёвой рассказала журналистам другая его бабушка елена преснякова говорит что чувствует себя он там абсолютно комфортно они сильно там не вникает его жизнь потому что он взрослый парень туда напомню пресняков уехал в октябре прошлого года по информации сми после полученной повестки но я думаю такой-то бред никакой повестки не было суждать какие повестки то ерунда полнейшая он просто уехал в сша я не знаю почему кого-то удивило что он получил гражданство америки тоже мне новость кто его только ним не получила уж тем более никита пресняков я думаю с легкостью его получит насчет данилы козловского я вчера рассказывал да что его там сейчас хотят проверить на гос измену и так далее и тому подобное вручить ему на агента я не понял что происходит тут не стали люди писать что оказывается я не знал этого часа потому что я не могу все охватить всех я не в украине всех не могу охватить ни в мире не в россии нигде но это невозможно это не знаю нужно же целой команды сидел оказывается все таки данила козловский в самом начале войны также осудил все это действие выступил против он также выставлял эти посты в инстаграме и за что сейчас ему прилетает насколько я понял он тогда высказался против войны уехал в америку там долгое время находился и так понимаю что его там живет до 4 летняя и он все это время был там недавно он вернулся в россию он сейчас там пытается работать существовать но именно поэтому сейчас вот появились те новости почему его хотят назначить и на агентом и отменяют в общем отменяют спектакли с его участием пытаются палки в колеса вставлять но все то же самое что в принципе применяется каждому человеку кто выступает против войны ничего нового но для меня это как бы новость я думаю может кто-то тоже не был в курсе довожу до вашего сведения вот такие вот новости так что он скоро список иноагентов пополнят ряды и хиджакова данила козловский и все остальные кто посмеет что-то себе сказать но времена сумасшедшие в которой мы сейчас живем и это прямо вообще пугает и огорчает очень азендея тут раскрыла секрет их идеальных отношений с томом холландом оказывается она просто не понимает половину из всего того что он ей говорит всему виной британский акцент тома холланда вот так ребята представляете вот ее цитата я понимаю саму концепцию но какое отношение яблоки и груш имеют к лестнице но это типа на так примеру привела короче говорит секрет успешных наших отношений это то что у его британский акцент не дает ей возможность понять всего того что он ей говорит поэтому у них все хорошо вот такие вот новости вот тут недавно ксения бородина женщина с бревна моя любимая в кавычках побывала на интервью в очередной раз у надежды стрелец я не смотрю не надежду стрелец не ксению бородину для меня они на нема и люди извините ничего не хочу говорить потому что для меня вот надежда стрелец как будто вы знаете она все время то ли сейчас заснет или оргазм там испытывать но вот такое у меня ощущение я не могу воспринимать ничего личного к ней не имею я тоже многих раздражают это нормально это все окей знаете каждому свое ну а женщина с бревна это вообще не тот человек о котором следует говорить но там какие-то моменты были но в общем чё по факту нового она не рассказала какие-то фантазии там о своей жизни продолжает всем вбивать в бошки например вот по поводу дома 2 она там высказалась по поводу того как и скисения собчак унижала цитирую она имела огромную власть она пришла и сказала послушайте бородина должна молчать на лобном месте и продюсеры с которыми я до этого проработала пять лет ко мне заходили и говорили потерпи пожалуйста у меня не было никакого веса но меня очень любил народ а ее не любили и вот ее звездный час настал короче как обычно все та же история столько лет уже прошло я не знаю сколько 20-30 я уже сбился со счету они все муссируют эту тему кому это вообще интересно я не знаю ребят кто смотрел том 2 признавайтесь я никогда его не смотрел я помню когда ты пришел домой кто-то его смотрел я так посмотрел пару минут уже какой ужас я не хочу этого видеть не мое вообще а бородина конечно актриса артистка и счета такая знаете все пытается всем что-то доказать ну там как обычно про своего курбана амарова рассказала как он изменял там детектива оказывается на немало можем зачем это все вообще вываливать но с другой стороны публичные люди надо же чем то говорить когда ты ничем никому не интересен что остается вываливать какую-то грязь или цеплять собчак в очередной раз чтобы какие-то кликабельные заголовки были а кстати на насчетом поведала историю оказывается что она из какой-то богатой мажорной семьи для меня это было допустим открытие я этого не знал что к ней в хуже был в дом том крус понимаете она просто такая приходится школа там том крус сидит ну наверное не только том крус наверно весь голливуд был и тут прям я подумал ничего себя как же это в логическую цепь сопоставить то есть получается тут к тебе том крус приходит на чай каждый день да как ты говоришь а тут же ты не имела никакого веса и ксения собчак тебя гнобил он такая знаете девочка фантазерка что-то придумывает на ходу самое главное что people хавает народ это все проглатывает не весь конечно естественно многие стебутся ржут над этим всем и понимают что она просто как персонаж которая такая знаете пришла куда ерунду вечно огородит а по факту ну какой там крус что нанесет вообще комментируйте ребята а найк снова не угодили аудитории на этот раз потому что выбрали амбассадором транс женщину в комментариях под постом этой модели развели там целую дискуссию они считают что бренд оскорбляет всех биологических женщин не в ту сторону не как обычно завернули другие говорят что разнообразие это круто и найк все делают правильно я не знаю ребята какое ваше мнение меня лично никак это не трогает не оскорбляет кого-то как обычно оскорблять мне все кажется сейчас ничего не нужно делать даже если ты просто выйдешь в эфир и скажешь всем привет это тоже кого-то оскорбит на такое время ну слушайте ну времена меняются нужно как-то модернизироваться идти в ногу со временем узнаете как-то мы обсуждали такую тему касательно поколения тиктока я сказал свое мнение не знаю согласитесь вы с ним или нет есть вот поколение тиктока которая даже для меня хотя это мне не 60 не 80 но 38 все равно я из другого поколения из 90-х они сейчас вот они другие и я тогда сказал что если я допустим образно говоря хочу найти connect связь с поколением тикток это мне нужно подстраиваться под них встраиваться в их правила принимать их и так далее потому что они этого делать не буду если мы будем все это отрицать то вот это вот знаете постоянная борьба не это понимание она будет существовать бесконечно это мое мнение я так считаю может вы с этим не согласны пишите свои мысли по этому поводу ну и напоследок вам еще немного такой необычной красоты значит это знаменитости которые якобы потеряли все и теперь живут в бразильских трущобах это такой арт проект запустил бразильский художник вилл мартинс посмотрите как это все выглядит но очень даже эффектно конечно я с трудом себе представляю что все эти люди останутся в трущобах и будут нищими и бедными но в этой жизни всякое может быть но прикольно художник поработал мне понравилось на этом основной поток сознания мой закончился на сегодня новостей достаточно как обычно будет рубрика хорошего доброго прекрасного и светлого без которой никак нельзя особенно сегодня но перед тем как мы не перейдем я еще раз хочу всем напомнить что пожалуйста не забудьте поставить лайк и конечно же подписывайтесь на этот канал если вы до сих пор еще этого не сделали вы можете кстати рекомендовать своим знакомым возможно кому-то очень даже зайдет ну а теперь врываемся в рубрику добра погнали посмотрите на эти кадры что вы видите счастливую тигрицу со своими детенышем и это прекрасно но ведь еще совсем недавно и и спасали и реабилитировали и и конечно же отправили в дикую природу и за ней присматривают и вот пожалуйста видите как все получается все у нее прекрасно как обычно люди справились на ура спасибо им большое за то что они делают такое доброе дело это видео от которого сейчас будут просто потеть ладошки котик попробовался на главную роль в седьмой части фильма миссия невыполнима ну что как говорится том круз подвинься потому что этот пушистый усатый очень даже неплохо справляется иногда котики чудят конечно ну зато это весело и забавно еще вам немного милоты посмотрите на это видео то ли чип то ли дейл решил перекусить цветочками какой же он романтик милый наши мимиметры снова пошатнулись это чудо с малюсеньким хоботом сомалийская землеройка до 2020 года ученые были уверены что этот забавный зверек полностью исчез с лица земли но произошло невероятное чудо на африканских просторах заметили этих малюта кстати землеройка такая маленькая что может поместиться на ладони но это прекрасная новость о том что все таки они существуют я надеюсь что их будут замечать все больше и больше это чудо слава тебе господи а эта история про котиков которые прибились к ст о ребята не стали их выгонять оставили у себя заботятся любят их ухаживают кормят и дарят свое внимание любовь они конечно и помогают в работе вот например как сейчас их пришли разбудить что пора уже вставать на смену но судя по всему они не особо готовы идти работать котики хотят отдыхать но людям спасибо за то что не прогнали не бросили ну и напоследок вам еще немного веселой интересной истории про кошечку которая любит принимать душ и достаточно регулярно если вы думаете что кошки ненавидят воду я уже неоднократно вас в этом разубеждал вот это вот кошечка ее зовут пм она не просто любит в воде поплескаться потому что в бассейне ей не нравится там в тазик с водой нырнуть каждое утро она просыпается и требует от хозяйки чтобы то пошла с не вместе в душ и включила водичку вот так вот у нее даже специальный там есть и халаты все приспособления вот такая вот кошка по имени пм которая не может ни дня без душа обойтись вот так вот ребята но ее кстати тоже забрали из приюта это забыл сказать самый главный момент так что счастливая пм каждое утро начинает свой с душа как мы прям на этой прекрасной милой ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск я надеюсь что он вам понравился как всегда хочу всем пожелать гармонии спокойствия крепкого здоровья счастья любви любви потому что весна и не только потому что весна всегда хочу всем пожелать любви самое главное чтобы здоровой взаимной которая вас будет только наполнять и вы будете просто порхать они которая вас будет угнетать не доведи господь всем всего самого хорошего а самое главное мирного неба над головой до завтра пока пока